МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 триллион 380 миллиардов тенге. Там же в Нацфонде к 2015-му главные финансисты страны ожидают накопления 100 миллиардов, но уже долларов. Но это если цена на нефть останется на прогнозируемом уровне. С цифрами все. А вот сам процесс формирования бюджета сегодня подвергла резкой критике Дорига Назарбаева. Правительство сегодня осознает, что есть определенные несовершенства в методологии формирования бюджета, в планировании есть несовершенства. Мы эти разговоры, по-моему, слышим уже тоже не первый год. И всякий раз, когда мы утверждаем исполнение бюджета или принимаем новый бюджет, мы снова вновь и вновь слышим обещание со стороны правительства, что оно наконец-то вот сейчас возьмется за совершенствование бюджетной сферы. И сегодня же отличился громким высказыванием коллега Назарбаева по палате Мурата Бенов. Депутату вдруг показалась сомнительной национальной кампанией по проведению народного IPO. Своё выступление, наполненное небезосновательной критикой механизма распродажи акций нацкомпаний, мажористмен резюмировал классическим высказыванием «Богатые станут богаче, бедные беднее». Глава государства предупреждает нас. Первый раз на заре независимости пытались это сделать. Там ушлые, так сказать, с карманами люди пришли и всё это дело перезакупили. Сразу предупредил тогда правительство в 2010 году, надо проследить, чтобы акции были проданы именно простым казахстанцам, а не богатым толстосумам. Сегодня Нацбанк заявляет, что купить смогут только 10-20 тысяч человек. Это всего лишь 0,1% всего лишь.